Продолжение следует... Продолжение следует... Им делать нечем, они снимают пидора взрослые. А другой пидор комментирует. Что вы зарабатываете? Учитесь работать. Все сказали? А куда вставать? Куда ему вставать? Куда? На гору. Вот так? Да. Вот так вот. Сейчас походу на него задавит там. Еще под колесо лезет в сторону. Мне понравилась формулировка. Эти, говорит, пидоры взрослые. Прости, господи, не люблю ругаться, но иногда почему бы не сказать, знаешь, как не процитировать фразу великих людей. Взрослый, а матершинник-то какой. Не скудеет земля на кретинов. Не скудеет. Пока вы здесь стоите, конечно. Так же она будет скудеть. А он, наверное, намекает, что вот здесь знак стоит, пешеходная дорожка, поэтому... А? Он, говорю, намекает, скорее всего, что здесь знак стоит. Я хочу, хотел бы сюда поставить. Ну, он и намекает, пешеходная дорожка, что здесь нельзя парковаться, знак стоит. И он, видимо, всем видом намекает. Ты же намекаешь, да, или как? Да, намекаю. Все, молодец. Вот я сейчас просто... А? Пешеходная программа у вас. У нас программа пешехода России. Вот знак, обратите внимание. Вот, ни в коем случае не нарушайте, не заезжайте. Здравствуйте. Хотел пожелать вам приятных снов, но на тротуаре не очень, наверное, будут они приятные. Я сейчас привез врача. Да, а теперь ожидайте. А теперь ожидайте вот на проезжей части тогда. И никогда больше не заезжайте. Это пешеходная дорожка. Да, хорал. Я же, да? Почему? Блин. Так же бесит. А-а-а-а. А почему же я? Да я, потому что у меня на Паджеро 4 вы мне уже клеили. А-а-а. Пойдите к полицейской машине. Молодцы. Все, давай, счастливо. Ничего не изменилось. Вон там знак. Видите? Вот там вот синенький. И с этой стороны точно такой же. А вы вот на лову. Человечек нарисован. Он говорит, что машинка. А вот на той стороне парковочных мест свободных. Раз, два, три, четыре. Четыре. Четко. Четко. До свидания. Четко. Четко, четко. Здравствуйте. А вы надолго здесь? А что? А вы просто, к сожалению, заехали на пешеходную дорожку. Дальше что? Отъехать надо. Все. Да? Два простых действия. Признать проблему и убрать автомобиль. А еще что? Все, ничего, больше ничего. Здесь плясать? Не, не надо. Зима тоже холодно. Зачем? Ну, может, плясать. Не, не, плясать не надо. Я, если честно, сам не люблю танцевать, поэтому. Так вот, что? Вы едете, да? А если нет? Плохо. Значит, вы очень плохой человек. Не хотите слышать вежливую просьбу. А если уедете, я вам скажу даже за это спасибо. И мы с вами останемся, как говорится, в мире. Плюс один союзник. Чего сказал? Да. Еще что-то хочешь сказать? Нет, все, ничего. Ну, все, иди гуляй. Покинете. Можно, да? Разрешайте. Ебаться решил? Что еще раз? Ебаться решил? Я такого слова не знаю, извините. Я учился в школе вежливую просьбу. Ну, будешь знать. Не хочу. Мне кто-то говорил, что это плохие слова. Но мне также говорили, что если я обычно к людям вежливостью, то я не отвечаю тем же. Почему вы мне отвечаете именно негативно? Скажите, пожалуйста. Потому что я ебался. Это вам так кажется. Мне так не кажется. Нет, вы, видимо, на всех свысока смотрите. И вам кажется, что снизу на вас все смотрят и вот то самое делают, как вы говорите. Не надо мне лекцию читать. А вам не надо, пожалуйста, мне угрожать и говорить, что будет по-плохам. Ну, вы говорите, что будет. Я умный. Спасибо за комплименты. Ну, все, рот закрой. Будьте тоже, пожалуйста, умными. Закройте рот и покидайте пешеходную зону. И все останутся довольны. Мы видите, мы даже... Я рот не затыкаю. Вы мне затыкаете рот. Ну. Что ты умничаешь? А почему это взаимно не может быть? Скажите, пожалуйста. Ну, бою. Обиделся, что ли, я не понимаю. Попробуйте. Я пока не ушел. Я здесь. У вас есть все шансы. Ладно, я забыл ключевой сказать. Просто если вы сейчас не уедете, мы будем вынуждены подарить вам стикер на лобовое стекло. Понимаете? А очень хочется этого делать. Уберите, пожалуйста, машину в структуарах. Ничего, угрожаешь. Нет, не угрожает. Да смотрите, вежливо. Вот прям максимально вежливо стараюсь. С вами общаться. Стикер-то не готов приклеить. Не, не готов. Он приклеится. Просто вопрос времени. Если вы уедете, нет, счастливый пути пожелаем. Если же нет, подарим вам письменную претензию. Выезжайте, да? Подолго еще? Готовы есть? Я думаю, там по лобу перепалишься. Вот я вам хочу так сказать, друзья. Все те вы вот люди, кто живет по принципам вежливости, уважения к ближнему, знаете, что вы вот те самые люди, которым назвал вас мужчина. Потому что я думал, что когда подойдешь в вежливость, скажут, а, привет, ну да, там, неправ, да бог с ним, ну ошибся, все, уезжай. Нет, надо хамить. Ужас. Не говорите о вам. Позитив, не будьте, жизнь наладится. Попробуй. Серьезно вам говорю. Ты к ней будешь очень счастливым. Жена появится, и дети будут хорошие у вас, и работы, и даже зарплаты. А кто тебе сказал, что у меня жена и деньги? Ну я вижу, так люди только несчастные реагируют. Нет. Люди, у которых счастье в семье, сейчас ждут жена и коржи. Они отвечают вежливо. У меня жена здесь в магазине, долбоек. Да вот видите, вас так, видимо, дома называют, и вы решили просто словно других выместить, я понятию. Ты просто долбоек. Ну естественно. Так вас, видимо, друзья в детстве называли, а может даже в школе и в студенчестве. Несчастный человек. Не надо обращать таких вниманий, мне кажется. Серьез интересная на номере. Не говори. Ведь обычно это несчастные люди. Значит, у него что-то не сошлось в этой жизни, или не получилось, не реализовался. Продолжение следует.